Панорама Фокс представляет Посвящается году диалога с народом и интересов человека. Пролог Наш дом напоминает мне о вас, мама. Алишер Усманов Стоит мне переступить порог нашего дома, как сразу чувствую себя свободной и счастливой. Сивара Салиева Все тревоги остаются за порогом. Как сейчас помню, вы рано утром подметаете двор. Мерза Азизов Мамочка моя дорогая, помню ваши необычные. Нежные руки, ваш ангельский взгляд, глаза полные света. Я так скучаю по вам. Все, все напоминает мне о вас. Оскар Хикматов Помните это дерево? Как оно разрослось? Помните, когда мы его сажали? Сергей Симбалов, монарх. Вы сказали, что у вас теперь две дочери. Бахадыр Мурадов. Каждый день рассматриваю фотографии, где мы снялись с вами вместе. Изучаю их. Вы так прекрасны. Дильбар и Кромова. Братья мои, близняшки, очень выросли. Научились пользоваться своим сходством. Хасан не силен в математике. Алишер Атабаев. Я стараюсь подтянуть его, но толку пока что маловато. К доске вместо него частенько выходит Хусан. Талиб Муминов. Представляете, сколько ему пришлось выслушать от учителя. Отец очень переживает, что я не смогла в этом году поступить в ВУЗ. Луиза Расулова. Знаете, мамочка, я не смогла себя организовать. К тому же надо было подготовить малышей к школе. Джафар Кинджаев. На следующий год я обязательно буду учиться, обещая. Мамочка, я так скучаю по вашим рукам. Райхон Ашурова. Помните порог нашей веранды, где вы в сияющем луче утреннего солнца заплетали мне косички? Хасан Муминджонов. Все в нашем доме напоминает о вас. До сих пор помню ваши слова. Тому, кто любит свой дом, Хусан Муминджонов всегда будет сопутствовать удача. Это мой дом. В фильме Бахрома Якубова Моя семья. Это моя родина. Возвращение или Мистер Америка. Здравствуйте. Здравствуйте. С возвращением вас на родину. Часть первая. Возвращение. Итак, ваши впечатления. Мои впечатления. Я Набиев Бахтик. Простите. Бахтийор. 1985 года рождения. Стоп. Я не спрашиваю, когда вы родились. А что вас тогда интересует? Вы один из первых боксеров нашей республики, получивших возможность тренироваться в американском клубе. Вы выступали от имени Узбекистана на арене профессионального бокса, став чемпионом мира. Как вы этого добились и каковы ваши впечатления? Как я этого добился? Что же мне вам ответить? Короче говоря, девушка, это тоже своего рода бизнес. У меня хорошие спонсоры. Будь у вас деньги, вы бы тоже этого добились. Поверьте мне. Главное – деньги. Знаете ли? Стоп. Стоп. О чем это вы? Шучу, конечно. Бахтийор, сынок. Здравствуйте. Ты вернулся, сынок. Здравствуй. Простите. Мы с твоей мамой заждались тебя. Простите. Наконец вернулся. Простите. Вы нам мешаете работать. Простите. Это я мешаю? Да. О чем это ты? Это же мой сын. Хорошо, но нам сын ваш нужен, а не отец. Какая же ты странная. Как же тебе не нужен отец, который его родил и воспитал? Бахтийор, сынок. Отец. Мой сын. Мы сейчас берем интервью. А ну-ка, сфотографируйте нас. Смотрите, это мой сын Бахтийор, чемпион мира. Сейчас, минутку. Хорошо, но мы берем интервью. О, мистер Америка. Привет, дорогой. И ты здесь? Ну что ж, у нас есть повод гордиться. Еще один боксер пополнил наши ряды профессионалов. Наш самый молодой и, надеемся, самый успешный боксер вернулся сегодня домой. Мы желаем ему в будущем огромных побед. Ну, папа, что вы делаете? О чем это ты? Эта рубашка не свежая. Вот, наденьте эту. Хорошо, дочка. Так, рота, подъем. В темпе. Я опаздываю на работу. У меня болит голова, а у меня живот. Отставить разговоры. Ишь, чего выдумали. Марш в ванную. И зубы не забудьте почистить. Отец, ребята сегодня в новом клубе Шавката заказали угощение. Передайте маме, чтобы не беспокоилась. Буду через час. Какой Шавкат? Какой клуб? О, Бел? Да. Сейчас же доставь его домой. Его мать ждет. И Сохипаке с семьей собрались приехать. Какой еще Сохипаке? Твой будущий тесть? Кто? Отец, не успел я приехать, а вы мне уже повесили ярмо на шею. Не говори так, дурачок. Сохип – один из самых влиятельных людей в городе. Я тебе потом подробно расскажу, кто он. Не беспокойтесь, Ноземека. Я потом сам его привезу домой. Будьте спокойны. Чтоб ровно в одиннадцать, как штык, был дома. Только прошу, не пей, сынок. Хорошо? Хорошо, отец. Все будет окей. Не беспокойтесь. А то неудобно будет перед гостями. Я сам за этим прослежу. Жми на газ. Ладно, отец. Буду через час. Погнали. Не беспокойтесь, Ноземека. Как дела, мистер Америка? Я в порядке, мистер Бешагач. Родина моя. Мой Узбекистан. Да здравствует наш Узбекистан. Доброе утро. Как дела, Лабар? Привет, а ты как? Хорошо, здравствуйте, Суратакя. Давай в темпе, чтобы быстрее справиться с диваны. Здравствуй, красавица. Вижу по глазам, что и сегодня что-то требуется от администрации. Ладно, говори. Сегодня день рождения Наргизы. Вы же и сами это знаете. В курсе. Поэтому и разрешил ей уйти домой на два часа раньше. А поздравить? Она же ваша подруга. Вот и поздравляйте. Соберите деньги, купите подарок. Ну да, верно. Но маловато для подарка. Ох и хитра ты. Хитра. На. Теперь хватит? Постараемся уложиться. Спасибо. Да, хитра. А ты что стоишь? Пройди сюда. Вот сюда. Вот это я все должен взять. Разрешите я сама. Я по-твоему должен. Притормози. Что? Куплю сигарет. 17 часов полета без курева, сам понимаешь. Разве боксеры курят? Я бросил бокс. Травма. И теперь непригоден к боксу. Собираюсь заняться бизнесом. Разумеется, вместе с вами. У меня есть прекрасная идея. Что-то я не понял, что он хочет. Это... Волк с Уолл-стрит смотрел? Конечно смотрел. Вот он так ходил. Что случилось? Почему ты плачешь? Я разбила вазу. Ну и что, что разбила? Не плачь. Что теперь будет? Что случилось? Давайте по местам и побыстрее. Перестань, не плачь. Ты новенькая? Да, я вот разбила. Ничего страшного. Сходи, принеси совок. Иди. Сейчас. Давай. Вот. Иди, работай. Мне ничего за это не будет? Ничего не будет. Иди, иди, не переживай. Спасибо вам. Хорошо, хорошо. Простите. Тысячу извинений. Не скажите, в каком отделе сигареты? Прямо и налево. Спасибо. Не стоит извинений. Еще раз извините. Сейчас. Посчитайте. Восемь тысяч. Да, кстати, совсем вылетел из головы. У меня же с собой нет суммов. Знаете ли, я только что прилетел из Америки. Не успел обменять деньги. У меня только доллары. Принимаете? Нет. Мы принимаем только национальную валюту. Суммы. Как же мне тогда быть? Обменяйте. Пункт обмена валюты вон на улице. На улице. Послушайте меня, девушка. Вы мне понравились. Вот вам сто долларов. Сами обменяйте. Сдачу оставьте себе. Договорились? Я очень спешу. До свидания. Стойте. Заберите ваши деньги. Если вам некуда их девать, отдайте вон нищим на улице. Простите, если я вас чем-то обидел. Где вы говорите обменник? На улице. Молодой человек. Но прежде заплатите за сигареты. Что? Вы распечатали пачку? Распечатал. В таком случае заплатите. Слушай, девочка. Ты не шути со мной. А то пожалеешь. Охрана. Этот посетитель отказывается платить за пачатую пачку сигарет. И все же не советую со мной так обращаться. Знаешь, кто я? Нетрудно понять. Все и так видно. Пройдемте. Это ведь специально ты сделала. Идем. Не трогай. Специально сделала? Мы еще встретимся с тобой. Советую не попадаться мне на глаза. А я советую вам бросить курить. Пошли, сказал. Отпусти. Ну, наконец, приехали. Да, приехали. Что? Так. Его же нет. Что? Бахтийор не приехал. Вот проклятие. Отец, где Бахтийор? Скажите, где Бахтийор? Что с ним случилось? Где Бахтийор? Ой. Что это с ним? Что случилось? Не понял. Идем, идем. Добро пожаловать в столицу, приятель. Что произошло? Да вот эти. В порядке я. Боксеров тоже метелят? Я дерусь только на ринге, но не на улице. Это первое правило боксеров. Хорошо, хорошо. Все, понял, понял. Мой сын. Чемпион мира. Стал вором из-за одной коробки сигарет? Проклятие. Отец, не паникуйте. Это всего лишь недоразумение. Вы же знаете, я как боксер не имею права драться. А вот там за кассой сидит Фифа. Фифа? Это ты, Фифа. Мистер Америка. Ты сейчас не в Америке. Ты это хоть понимаешь? Да, начинаю понимать. Все, садись в машину, едем домой. Ну что вы, Назимака. Это же мелочи жизни. Нас там давно ждут. Мелочи, говоришь? Мой сын сидит в отделении милиции какого-то там супермаркета и обвиняется в краже коробки сигарет. Отец, это для тебя мелочи? Он только что прилетел. А что ты скажешь насчет этого фингала под глазом? Одно название, боксер. Обещай, отец. Все будет хорошо. Деньги свои обменял на суммы. Больше не повторится. Я должен ехать с ребятами. Они же готовились. Нас ждут, Назимака. Простите меня, Суратакя, но он сам виноват. Я знаю, клиент всегда прав, но он просто нахал. Понимаете? Понимаю. Понимаю. Успокойся. Распечатал пачку. Еще не заплатив. Наглец. Сначала рассчитайся, правильно? У него что, денег не было? Да. Значит, он бомж? Так? Да нет. У него были доллары. Велел мне пойти обменять. А я что, его шестерка? Не знаю, почему ты так поступила, дочка. Но должен сказать, что это может плохо закончиться. Знаешь ли, кто эти люди? Люди как люди. Ошибаешься. Боюсь, твоя гордость ни к чему хорошему тебя не приведет. Давай, давай, Бахти. Бахти, Бахти, Бахти. Давай, давай, Бахти. Жми еще, жми. Поздравляю тебя. Нет слов. Нет слов. Отчего ты тянул? Довольно, ребята. Гони выигрыш. А ты, как я погляжу, неплохо это освоил. И печать под глазом. Думаю, знак Америки. А ты, значит, переживал, что мистер Кевин пригласил в свой клуб меня? Так и быть, в следующий раз поедешь ты. Я тебе сам помогу. Всем хорошо известно, что тут не обошлось без бабок твоего могущественного отца, приятель. Но это не для меня. Я этого добьюсь своими силами. Кстати, у меня есть к тебе предложение. Хочешь еще раз? Давай. Теперь левой рукой. Нет. Хочу предложить тебе продать этот ночной клуб. А насчет состязания вот что я тебе скажу. Только без обид, но подкачай свои мышцы. И все это ты тоже хочешь купить на папины деньги? Слушай, какая тебе разница, на какие деньги? Сколько ты тут имеешь в месяц? Ну, скажем, 20 миллионов. И что? Я тебе отстегну 40 миллионов. Если продашь это мне. Каким образом? Это тебе не Америка? Не парься. Пусть это тебя не волнует. Ну, по рукам. Слышь, ты, папенькин сынок. Заруби себе на носу. Кем бы ты ни был. Но этот клуб не продается. Понял? А теперь проваливай. Хорошо. Ходи тогда всю жизнь в официантах. Не понял. Ну, посуди сам. Эти 10-20 миллионов и официант может заработать. И чем же ты тогда отличаешься от него? Шавкат. О чем это он? Бахти, Бахти. Да, давай. Бери, бери. Где ты? Что? Что случилось? Алло. Бахтийора-то нет? Где? Что? Вот проклятие. Что случилось? Что происходит? Объясните же, наконец, где Бахтийор? Отец. Подождите. Подождите. Что с Бахтийором? Ладно, брат. Спасибо. Берегите себя. Хорошо. И будьте осторожны. Спасибо. 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 Отец. Отец. Что отец? Садись в машину. Назимека. Не беспокойтесь. Я сам его потом отвезу домой. Убирайся. Я покажу тебе, сам отвезу. И всю оставшуюся жизнь не на машине, а на инвалидной коляске проведешь. Вон отсюда. Садись в машину. Слушай, чё он говорит? Крёстный отец смотрел? Ну? Очень хороший фильм. Отец. Что? Помолчи лучше. Мне деньги нужны. Очень много денег. И после всего этого, ты ещё просишь денег? Зачем они тебе? Хочу начать свой бизнес. А что будет с боксом? Одно другому не мешает, отец. Буду совмещать. О каком бизнесе ты говоришь? Покупка недвижимости. Сначала, конечно, капитальный ремонт. Затем буду сдавать в аренду на длительный срок. Прибыль 200%, отец. Есть и другие варианты. Ты что? Считаешь себя умнее других? Отец, я столько лет в Америке и не терял время. У меня там много друзей среди бизнесменов. Многому у них научился. Дайте мне шанс. Я верну ваши деньги удвоив сумму. Они должны работать, отец. Глядя на тебя, в это трудно поверить. Скажи, почему я должен тебе верить? За какие заслуги? Я же ваш единственный сын, отец. Этого недостаточно. Я чемпион мира. Меня все знают. Ты не чемпион. Ты аферист. Ну, вы загнули, отец. Он просит очень большую сумму. Для кого еще мы живем, работаем? Ему надо заняться делом. Не будет же он всю жизнь махать на ринге кулаками? Молодец, мама. Моя дорогая мама. Где гарантии? Какие еще гарантии? Он наш сын. Вот она гарантия. Еще какой сын? Не парень, а золото. Отец, если не вы, так кто же еще поможет ему? Верно, мамочка. Я не могу этого сделать. Это риск, и он мне не по душе. Боюсь, прогорим. Давайте, мама, дожмите. Если он не займется делом, не исключено, что может стать таким же наркоманом, как дети ваших некоторых друзей. Отец, хорошо было бы ему найти дело по душе. Нет. Вот. Вы же видели, что с ним сегодня было. И все от безделья. Сказал нет, значит нет. Ну, а теперь, мама, пустите в ход свою женскую хитрость. Ну, пожалуйста, дорогой. Ради меня. Это же наш единственный сын. Дорогой. Верная тактика, мама. Ты не оставляешь вариантов. Но отвечать за все будете оба. Согласна. Есть. Но у нас есть одно условие. Какое еще условие? Наш сын должен встретиться с Фарангиз. Какая Фарангиз? Какая еще Фарангиз? Кто такая Фарангиз? Это дочь Сахибаке. Что-то уставился на меня. Тебя интересуют ее параметры в сантиметрах? Если вас не затруднит. 90-60-90. Прекратите. Естественно, что наш сын хотел бы знать, какая она. Очень хорошая девочка, сынок. Спокойная, скромная, воспитанная, красивая. Вполне обычная. К слову сказать, немного избалованная. Очень любит украшения. Дорогие украшения. Ну, а кто не любит их? Правда, не принцесса. Вот вы и попали в точку. Не принцесса. Сам-то ты кто? Принц, что ли? Я-то не принц. Но ясно, что мы существенно богаче их. Ты вообще имеешь представление, кто ее отец? Он хозяин двух супермаркетов в самом центре города. Отец. Тоже мне ценность. Два супермаркета. В Америке у каждого второго бизнесмена средней руки сеть супермаркетов. Здесь тебе не Америка. Сынок, мы с твоим папой уже давно договорились с ее родителями обо всем. Франгис ждет тебя. Отчего бы ей не ждать? Ведь мы их... богаче. Слушай, что это с тобой? Что ты мелешь? Любая нормальная девушка, отец, мечтает выйти замуж за состоятельного и успешного человека. Вот об этом я. Слушай сюда. Если откажешься от встречи с Франгис... Да. ...не видать тебе денег, как своих ушей. Что остается делать? Франгис, так Франгис. Когда я получу свои деньги? Мне кажется, что в этой проклятой Америке нашего сына подменили. Он довольно долго там жил. А ведь там все по-другому. И люди живут и мыслят иначе. Сын-то наш... ...по-моему, вылитый терминатор. Фингал под глазом. А умудрился столько денег из меня вытянуть. Акула. Лишь бы эта акула не проглотила саму себя. Часть вторая. Предприимчивость. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры подогнал «Симон» «Симон» «Ради всего святого Бахти Не трогай эту махалю Ты только что купил единственный в городе картинг и ресторан на тысячу мест Но это тебе зачем? Помнится, ты иронизировал, что, мол я все больше делаю с деревенщиной Это ты деревенщина Пойми, здесь прибыльна сама земля Почему? Потому что это курорт Уяснил? Эти дома ты ни за что не купишь. Почему? Думаешь, людям не нужны деньги? Нет. С чего это они должны продать тебе свои жилища, в которых родились и выросли? Дружище, деньги творят чудеса. Ты, конечно, меня извини, но тут тебе не Америка. Не все решают деньги. Да ладно. Неужели? Заруби себе на носу, мой друг Кобел. В этом не лучшем из миров все продается и все покупается. Только не эти дома. Поживем, увидим. Слушай, зачем они тебе понадобились? Мне не дома нужны, а земля. Я снесу их, построю на их месте зону отдыха для туристов и ночной клуб. Думаю, территории вот этих трех домов мне будет достаточно. Кстати, кто здесь живет? Ты собрал данные? Вот, посмотри. Здесь вся информация. Так. Хозяйка пожилая женщина. У нее единственный сын, женат. Сейчас в России на заработках. В доме вместе с ней живет ее невестка и внук. От сына давно нет вестей. Да, еще, Бахти, важная деталь. Они не собираются продавать дом. Ты говоришь, живет с невесткой? Да. Это очень хорошо, что есть невестка. Увидишь, они обязательно продадут. Пошли. Туда? Туда нельзя тебе? Почему? Здесь кишляк. И что? Они испугаются тебя. Почему? Вот, Сахуджамолва, Махлух, смотрел? Нет. Вот, Махлух, ты. Кто это? Иди отсиди. Кто там? Потом объясню. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне сказали, что этот дом продается. Продается? Да. Да нет. Значит, мне дали ложную информацию? Негодяй. Тысячу извинений. Ничего страшного, сынок. Бывает. А вы случайно не желаете продать свой дом? Я хорошо заплачу. Нет. Может, угостите нас чаем? Конечно. Заходите. Заходите, пожалуйста. Пожалуйста, проходите. Проходите. Видно, этот дом вам очень дорог. Хотя и довольно старый. Требует ремонта. Ведь вы могли переехать в новый, уютный дом. Этот дом построил еще мой покойный свекор, сынок. Здравствуйте. И мы с моим мужем всю жизнь прожили здесь. Здравствуйте. Вот уже пять лет, как его нет. Сейчас я живу здесь с сыном, невесткой и внуком. Невестка, принесите-ка нам чаю. Хорошо. Нет, нет, нет. Чаю не нужно. Невестка, ваш дом очень старый. Я заплачу за него сто тысяч долларов. Вы на эти деньги сможете купить новый, хороший дом. А можете всю жизнь жить, не работая. Подумайте. Наши предки жили здесь сто лет. Дом не продается. А вы не боитесь? А чего мне бояться? Несчастного случая, к примеру. К тому же мужчины в доме нет. Довольно. Дом не продается. Иди, парень, куда шел. Невестка, подойдите, пожалуйста. Послушайте меня. Вы молоды. Заткнись. В каких муках ваш муж зарабатывает вот эти доллары в России? А вы могли на 50 тысяч купить себе новую квартиру, а на оставшиеся 50 начать свой бизнес, вернуть домой своего мужа. Советую хорошо подумать. А? Ваша свекровь уже одной ногой в могиле. К тому же и дети ваши оказываются еще совсем маленькие. Сейчас же уходите. Возьмите деньги. Вот моя визитка. Эти деньги я даю вам, чтобы вы не продали его другим. В качестве гарантии. Договорились? Да. Нам не нужны ваши деньги. Не нужны ваши деньги, я сказала. Если они вам не нужны, через неделю вы мне их вернете. Невестка, а вы подумайте. Что ты делаешь, Бахти? Что именно? Столько денег отдать незнакомым людям, а если они их потратят? Обязательно потратят. Потому я дал им их. Откуда тебе это известно? Это же бабки. Они обладают магической силой. А эта семья в них очень нуждается. Ты сам это видел. А ты не боишься остаться и без дома, и без денег? Почему я должен бояться? Пусть они опасаются. Кто я и кто они? Давай следующий вариант. Так, следующий. Вот эта дверь. Тот же случай. Только здесь отец хозяин дома. У него жена и сын. Собираются его женить. По-моему, планируют играть свадьбу весной. И еще должен сказать, они не думают продавать свой дом. Свадьба, говоришь? Да, свадьба. Хорошо. Свадьба – это очень хорошо. Всем бы нам посчастливилось дожить до свадьбы. Значит, им нужны деньги. Пошли. Добро пожаловать, парни. Вы, наверное, ко мне? Здравствуйте. Вы хозяин этого дома? Да. В чем дело? Слушаю вас. Мы тут стучались. Дело у нас к вам. Какое дело? Хорошо, хорошо. Заходите, заходите, пожалуйста. Можно войти? Здравствуйте. Здравствуйте. Как здоровье? Хорошо, хорошо. Заходите. Спасибо. И добудем все здоровы и благополучны. Так, что привело вас сюда? Я хотел купить ваш дом. Кто вам сказал, что он продается? За него, думаю, в лучшем случае дадут 50 тысяч. Я же заплачу 100 тысяч. Дом не продается? Почему? Я же предлагаю хорошую цену. Не торопитесь отказываться. Подумайте. Вот моя визитка. А вот залог. 10 тысяч долларов. Примите решение, позвоните мне. Брат. Возьмите свои деньги. Я вам не брат. Если вы не примите мое предложение, просто вернете деньги. Это понятно? Вам мой совет. Все хорошо, взвесьте. Не принимайте поспешных решений, чтоб потом не сожалеть. Не поддавайтесь эмоциям. Думайте головой. Головой. Хорошо? До свидания. Эй, брат. Брат. Здравствуйте. Здравствуйте. Приятного аппетита. Эй, ты. Что происходит? Да ничего, все в порядке. Ничего не хочешь нам сказать? А что я должен вам сказать? Вот тебе на. А как насчет обещаний? Какие обещания? Если вы о своих деньгах, не беспокойтесь. Я их обязательно верну. Не прикидывайся дурачком. Я спрашиваю, когда ты собираешься встретиться с Фарангис? Ах, вот вы о чем. На днях, думаю, позвоните ей. Как получится. Сегодня. И сию минуту. На моих глазах. Алло. Алло. Фарангис? Да. Это я, Бахтийор. Здравствуйте, Бахтийораке. Как у вас дела? Можем ли мы на днях увидеться с вами? Завтра. Отец. Дайте спокойно поговорить. Я сказал завтра. Алло. Завтра. Ладно. Хорошо. Но если вы не располагаете временем, можем и потом встретиться. Не проблема. Нет. Нет, я могу завтра. Я свободна. А занятия в институте завтра нет? Я бы не хотел отрывать вас от учебы. Нет. Я могу не пойти на занятия. Нехорошо их прогуливать. Я по этому предмету уже сдала все контрольные работы. Так, да? Да. В таком случае, буду ждать вас завтра в три часа в ресторане «Нур». Хорошо. До свидания. До свидания. Теперь можете быть спокойны, отец. Садись ужинать. После поем. Часть третья. Нокаут. Здесь живет семья из четырех человек. Отец семейства, дочь и двое сыновей. Близнецы. Отец работает рядовым учителем в школе. Жена его умерла пять лет назад. Он один воспитывает своих детей. Вот такие дела. Значит, эта семья нуждается. Да. Ну что, пошли. Добро пожаловать. Слушаю вас. Мы хотим начать большое строительство, отец. Бог вам в помощь, благое дело. Что собираетесь строить? Мы пришли к вам с выгодным предложением, если вы согласны. Предлагаем вам обменять ваш дом на дом в городе, который мы вам подберем. И еще сверху 50 тысяч долларов. По-моему, это хорошее предложение. Вы ошиблись, парни. Этот дом не продается. Почему? Потому что у нас этого в планах нет. Это залог. Ну-ка, ребята, заходим. Проходи. Здравствуйте, папа. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот и пришли мои дорогие детки. Как вы мои золотые. Здравствуйте. Идите пока в свою комнату. Мне надо поговорить с нашими гостями. Вот дочка. И к нам пришли покупатели. Предлагают продать им наш дом. Привет. Так это вы стали звездой нашей Махали? Я и не знал, что стал тут у вас звездой. Слушайте, что вам нужно? Этот дом? Он не продается. Зря теряете время. Почему не продается? Все продается. Что? Силой хотите купить его? Ну, почему же? На выгодных для вас условиях. Мы отказываемся от вашего предложения. Уходите. Хорошо. Мы уйдем. Но хотела бы знать, если вас не затруднит. Что? Почему вы не хотите продать нам свою недвижимость, если предлагают хорошую цену? Ведь это всех бы устроило. Даже ваших младших братьев-бледнецов. Это для вас недвижимость. А для меня мой дом. Моя малая родина. Но вы этого все равно не поймете. Я знаю только одно. Моя родина там, где мне хорошо. А память? А что память? Такие, как вы. Готовы продать даже своих родителей ради выгодного предложения. Это я знаю. Послушайте, девушка. Оставьте в покое моих родителей. Что, за дело? Значит, есть еще у вас что-то человеческое? Надо всегда уметь ставить себя на место другого. Так вот, ваше выгодное предложение точно так же за дело нас. Ну, а теперь уходите. Стойте. Заберите свои деньги. Спасибо за совет, который вы дали в супермаркете. Я бросил курить. Поздравляю. До свидания. Молодец. Что с тобой? Язык проглотил? Расскажешь, кому ведь не поверят. Мистер Америка. Ну что, нокаутировали нас? И кто? Слушай, а ты-то что смеешься? Планы наши под угрозой. А ты туда же смеяться. Мне нравится эта девушка. Ей-богу, она мне очень нравится. Чертовка. А что касается планов, все будет путем. Мы возьмем умом и смекалкой. А на их стороне всего лишь чувства. Слушай, о чем речь? Ух, опять вопрос. Вот Майк Тайсон знаешь? Знаю, конечно. Вот девушка Тайсон. Все. Почему? Потому что ударили его. Вот, акаун. Да ладно. Бахтийоракя, расскажите мне об Америке. Если вас интересуют бутики в Франгисхон, или, скажем, магазины, то у меня не было времени ходить и смотреть. Я не об этом. Расскажите о Лас-Вегасе. Вы были там? Говорят, там шикарное казино. Недавно видела по телевизору. Оказывается, голливудские звезды устраивают там свои романтические свадьбы. Вы только представьте себе свадьбу в духе Марии Антуанетты. Все, наверное, ахнут. А какие там апартаменты для жениха и невесты? Что, за дело? Значит, есть в вас еще что-то человеческое. Надо всегда уметь ставить себя на место другого. Конечно, я не видела это своими глазами, но… Я еще тебе покажу. Эй, стой! Ты куда? Куда собрался? Прошу вас, оставьте меня в покое. Постой! Ты что себе позволяешь? Я все расскажу твоему отцу. Тебе девушка понравилась? Очень. Слава богу! На какой день назначим свадьбу? Когда вам будет угодно. Что ты хочешь этим сказать? Стой! Какие-то нездешние люди на наших совсем не похожи. Да. Они все сейчас такие. Бизнесмены, рассчитывающие на деньги своих родителей. Для них нет ничего невозможного. Как я понял, ему нужна земля. Спасибо, дочка. Предлагает сто тысяч зелеными. Вы что, хотите продать свой дом? Это я-то? Пока я жив, этот парень не переступит порог моего дома. Все наши предки жили здесь. Здесь они пустили корни. Совершенно верно. Смеется надо мной. Говорит, вы не знаете, кто я. Черт бы его побрал. Не плачьте. Он не стоит ваших слез. Вы законная хозяйка дома. Он ничего не сможет сделать. Вы только не поддавайтесь его нажиму. Если бы это нужно было государству, народу, чтобы построить дорогу, мост, я бы сама первой вызвалась освободить свой дом. А этот мерзавец просто хочет набить себе карманы, построить здесь ночной клуб. Что такое ночной клуб? Публичный дом. Чтоб тебе пусто было. Да. Но все-таки я его побаиваюсь, дочка. А чего вы опасаетесь? Закон-то на вашей стороне? Или вы не верите в то, что закон защитит нас? Умидохола, вы, главное, ничего не бойтесь. У него ничего не выйдет. Стойте на своем. Он берет нас на пушку. И всего-то. Да что он может? Я-то стою на своем, сынок. Даст Бог, духи наших предков поддержат меня. Да. Послушайте меня. Умидохола, асрораке. Нам надо объединиться. Почему мы должны уехать отсюда, где родились и выросли? Конечно. Только потому, что он этого захотел. Здесь ему не Америка. Слава Богу, здесь люди помогают и заботятся друг о друге. Правда, на нашей стороне. Так-то оно так. Но парень-то, он кажется, далеко не простой. Да пусть он будет розеттоким суперменом. Но недвижимость моя. И мне решать, что с ней делать. Да. Моя дочь права. Мы должны сказать ему свое твердое «нет». И разговор окончен. Он ничего не сможет сделать... Точно. ...если мы будем действовать согласованно. Как один человек. Конечно. Он ничего не сможет сделать, если мы скажем «нет». Совершенно верно. Это мой дом. И никто не сможет отнять его у меня. Пусть знает этот пижон. И пусть возвращается к себе домой на своем автобусе, на котором прикатил сюда. А что, этот мажор прибыл сюда на автобусе? Да, на автобусе. Да нет. Скорее всего, на каком-нибудь джипе. Для Умидо Холлы любая машина, больше «Жигули» — автобус. Паризода, вас срочно вызывают к директору. Прямо сейчас? Да. Сейчас я не могу, как я брошу работу. Он сказал, срочно. Что-то случилось? Нет, нормально. Поспеши. Лабар? Да. Замени меня. Я сейчас вернусь. Хорошо. Сейчас вас обслужат. Хорошо. Хорошо. Что случилось? Садись, Паризода. Садись. Спасибо, мне нужно работать. Паризода, знаешь, мы решили провести сокращение кадров. Понятно. Я вынужден уволить тебя. Тысячу раз я тебе говорил, что твоя гордость тебя до добра не доведет. Ты это пропускала мимо ушей. Паризода! Дочка! Паризода! Паризода, стой! На, возьми. Что это? Деньги. Не нужно. Возьми, говорю. Не обижайся на меня. У меня и без этого проблемы с сердцем. Ты же знаешь. Все нормально, Суратакя. Это вам за все спасибо. Вы столько сделали для меня. Я никогда не забуду вас. Вы что, плачете? Не надо. Вам не идет. Ведь мы столько лет работали вместе. Ты мне стала как дочь. Прошу тебя, возьми эти деньги. Иначе я не смогу сегодня уснуть. Потратишь на свои нужды. Возьми. Спасибо вам. Большое спасибо. Берегите себя. Обо мне не думайте. Все будет хорошо. Спасибо. Что? Ладно. Увидимся. Спасибо вам. Скажешь спасибо своему отцу. Да, кстати. Отец просил передать вам это. Скажи своему отцу. Я очень сочувствую ему из-за того, что его сын такой негодяй. Вы, выходит, ангел с крылышками. Все мы грешные. Под Богом ходим. Я все это сделал ради уважения к твоему отцу, мерзавец. Вранье. Вы сделали это ради своего кресла, чтобы не потерять место. Ведь этот супермаркет относится к компании моего отца. Не забывайте, я боксер, я своих соперников бью, а вы мне аплодируете. Вот так-то. Что? Да так, к слову сказал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нет. 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 И еще сто раз нет. Это... Это моя школа. Если кто-то... Заходи. Заходи. Присаживайся. Сильно ошибается тот, кто считает, что я не в состоянии определить профессиональный уровень своих преподавателей. Да. Знаешь, тебе нужно заказать в школу цистерну молока. Зачем? У тебя тяжелая работа. За вредность тебе полагается молоко. Что, опять комиссия? Нет. Слушай, ты знаешь парня по имени Бахтиор? Не знаю. А может и знаю. Что ему нужно? Он хочет, чтобы я уволил тебя с работы. Да. А иначе, говорит, пожалеешь. Какой-то сопляк пытается меня запугать. Это меня-то. Так. Судя по всему, он не собирается отказываться от своих планов. А что он хочет от тебя? Наследство не можете поделить. А? Ничего мы не делим. Так. Он хочет, чтобы я продал ему свой дом. Я отказываюсь. Понятно. Понятно. Знаешь, я сейчас тороплюсь. Но ты не переживай. Не переживай. Мы же с тобой старая гвардия. Нас не так легко одолеть. Сопляк. И туда же угрожать мне собрался. Здравствуйте, папочка. Здравствуйте. Где Паризода? Она дома. Дочка. Здравствуйте, отец. Что случилось? На вас лица нет. С тобой все в порядке? Да? А что случилось? Ты плакала, дочка. Что с тобой? Меня уволили с работы. Это не стоит твоих слез. Работа найдется. Присядь. Я хочу с тобой поговорить. Послушай меня, дочка. Хватит. Ни с кем не связывайся. Продадим этому мерзавцу дом. Разговор окончен. Отец, о чем это вы? Дочка. Переедем туда, куда не предлагают. И все. Для меня важнее здоровье моих детей. Вот так всегда, отец. Пользуясь нашим простодушием, нашей скромностью, попирают наши права. До каких пор это будет продолжаться? Законы есть. И есть, кому их защищает. Давай обратимся в милицию. Как мы обратимся? У нас нет никаких доказательств. Что мы им скажем? Скажем, что нас уволили с работы? Ничего мы не сможем доказать. Что, по-твоему, тогда надо делать? Отец. Он просто запугивает нас, и все. На деле он ничего не сможет сделать. Закон на нашей стороне. Вот увидите. Все будет хорошо. Главное, нам не нужно пасовать. И ты в это веришь, дочка? Верю, отец. Верю. Алло. Кобыл, как дела? Спасибо, хорошо. Ты занимаешься делом, которое я тебе поручил? Я же тебе говорил. Не перепоручай его, сделай все сам. Потом поговорим, пока. Сынок. А для отца у тебя найдется минутка? Проходите, отец. Вот вы-то мне и нужны. Смотрите, отец. Совет ваш нужен. Я сделал смету расходов. Деньги, вложенные в ледовый каток и ресторан, начали работать. Вся сумма должна купиться в течение 12 месяцев. Кроме того, вот эта сумма потрачена на покупку земли, отец. Смотрите. А вот это смета расходов на строительство, отец. Какое еще строительство? Отец. Я землю купил. Если построить на этой земле ночной клуб, зону отдыха, курорт для туристов, это будет золотая жила. Понимаете? Можно узнать, на чьих слезах и порушенных надеждах будет построено все это. Отец. Что отец? Думаешь, я не в курсе всех твоих дел? Ты глубоко заблуждаешься, если думаешь, что можно строить свой бизнес на страхе и принуждении. Это не бизнес. Это чистый шантаж. Но что же мне делать, если люди не понимают своей выгоды, отец? Откуда тебе знать, что им выгодно, а что нет? Откуда тебе знать, что им нужно, сопляк? Знаю, отец. Жизнь не стоит на месте. Она не состоит только из памяти и чувств. Здесь тебе не Америка. Причем тут Америка? Жизнь везде одинакова. Не одинакова. У нашей страны свои ценности и свои приоритеты. Свои традиции, обычаи, культура, духовные основы. Доброта и сострадание. Готовность помогать друг другу в любую минуту, в конце концов. Отец, вы немного отстали от жизни. Весь мир уже живет по-другому. Довольно! Сейчас же отправляйся к этим людям и попроси у них прощения. Забери свои деньги. Ты понял? Ни за что. Это мой бизнес. И никто не имеет права в него вмешиваться. Это закон. Убирайся. Негодяй. Что случилось? Вы что? Опять поругались? Знаешь, я не смог ему объяснить. Будто мы говорим на разных языках. По-моему, мы потеряли своего сына. Сейчас. Что? О, Господи. Что закажете? Хот-дог и яблочный сок, пожалуйста. Хорошо. Больше ничего не нужно? Нет, спасибо. Сейчас сделайте заказ. Прежде чем устраиваться сюда на работу, ты не потрудилась узнать, кто директор этого кафе и какое он имеет отношение ко мне. Пэрри. Так кажется, тебя зовут. Сама уйдешь? Или желаю, чтобы тебя отсюда выгнали? А? Если себя не жаль, то хоть подумай в отце. Из-за тебя он потерял работу. Во всем виновата только ты. Слышишь? Из-за тебя. Может, подумаешь о своих братьях? Что с ними будет? Я с тобой говорю. Слышишь, девочка, стой! Отпустите руку. Отпустите, говорю. Стой, говорю. Стой, я тебе говорю. Извините, стой. Ты что, Бахти, окончательно спятил? Что ты цепляешься к этой девушке? Не хочет она продавать свой дом. Ну и не надо. Свет, что ли, клином сошелся на нем. Пошли. Эти куриные мозги бесят меня, кобыл. Понятно? Из-за нее я поссорился с отцом. И все мои планы рушатся. Все из-за нее. И чего она так задирает нос? Было бы из-за чего. Кто же мне, Пэрри? Ладно тебе, Бахти, в машине поговорим. Дура, неспособная понять свою выгоду. Думаешь, что ты в самом деле Пэрри? Все, все, Бахти, пошли. Тоже мне Пэрри нашлась. Папа. 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 Папочка. Папа. Папа. Папа, почему не отвечаете? Да? Что случилось, дочка? Папа, это правда? Ты это о чем? Правда, что вы ушли из школы? Да, я уволился. Но ведь вы же с Акабиромакя давние друзья. Все дело именно в этом, дочка. Я не хочу, чтобы он пострадал из-за меня. Думаю, этот мерзавец готов на все и уже ни перед чем не остановится. Поэтому я принял такое решение. Отец. Отец. Дочка. Моя родная. У Акабиры тоже есть семья. Шутка ли? Вот уже 30 лет он директор этой школы. Я не могу так подвести его. Отец. Простите меня. Это я во всем виновата. Перестань, дочка. Увидишь, все будет хорошо. Не пропадем. В крайнем случае, вон на базаре будут таскать тележки. Говорят, довольно прибыльное место. Отец. Но ведь вы уже не молоды. Вам это будет не под силу. Это я-то старый? Я старый? Хасан. Хусан. Да, папочка. А ну-ка, идите ко мне. Повисните у меня на руках. Так, покружимся теперь. Вот так. Еще, еще. А теперь в другую сторону. Давай, давай. Еще. Еще. Вот видишь, дочка? Видишь? Запомни это. Не сомневайся. У меня еще много сил. Я еще многое могу. Запомни. Еще. Ты оформляй документы. Нет никакого смысла торговаться. Надо, чтобы ты сам был, Бахтийор. Я один не справлюсь. Ты меня слышишь? Ты иди, я сейчас. Слушай, не надоело тебе? Зря стараешься. Бесполезно. Посмотри на себя, на кого ты похожа. Что ты хочешь этим доказать? Что ты за справедливость? Вранье свято. Поняла? Пошла отсюда. Пошла, сказал. Если я смог уволить тебя из супермаркета, думаешь, не смогу выгнать из уборщиц? В этом городе тебе нет работы. Жизни нет. Еще не поздно. Подумай над моим предложением. Алло. Дорогой, как ты? Я на базаре. Хочу своими руками сделать тебе настоящий плов. Купила все необходимое для этого. Напитки брать? А, хотите сами купить? Хорошо, где встретимся? На Челанзарской квартире? Договорились. Сегодня я в вашем полном распоряжении. Съемки мои давно закончились. Я свободна. Правда, завтра вечером мне нужно быть на свадьбе. А так полная свобода. Нужно только наведаться в мой бутик и ателье. Посмотреть, как там идут дела. А так все прекрасно. Только не забудьте, пожалуйста, о чем я вас просила. До встречи, милый. Постойте, постойте. Ой, вы уже закрыли. Ну да, ладно. Снимите меня. Я сама позвоню. Вот сюда надо нажать. Пожалуйста. Отойдите подальше. А теперь вот так. Подождите, поправлю волосы. Снял. Спасибо. Всего хорошего. Сейчас придет Паризона. Вот. Вот и торт. Ура, торт. Вот, аплодируем. Вот, а сейчас будем дуть. Ну-ка, раз, два, три. Ой, не погасли. Дуй. Здорово. Аплодисменты. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Вы все равно этого не поймете. А ты все-таки попробуй объяснить. Нет смысла. А ты меня не боишься? Пусть ваши родители боятся вас. А не я. Это почему же? Вы калека. У вас душа изуродована. Да неужели? Это я-то калека? Сейчас ты увидишь, кто из нас с тобой калека. Идем. Что вы себе позволяете? Отпустите мою руку. Отпустите, говорю. Да отпустите же вы мою руку. Что вы делаете? Отпустите. Идем. Я тебе сейчас покажу, кто из нас калека. Отпустите. Эй, что они делают? Эй, тоже вы смотрели фильм? Смотри. Конечно смотрел. Вот, это они. Отпустите меня. Что вам нужно? Идем. Умидахала. Отпустите меня. Умидахала. Умидахала. Да, да, сынок. Проходите, проходите. Здравствуйте. Здравствуй. Сабухат? Да. Заварите-ка чай, у нас гости. Хорошо. Спасибо, Холоджин. Мы торопимся. Скажу прямо. Паризодохон отказывается продавать свой дом. А мне нужна территория трех ваших домов. Короче, я из-за упрямства этой девушки отказываюсь от своих планов. Что ты такое говоришь, сынок? Ведь мы же с тобой договорились. Я ничего не знаю, Холоджин. Верните мне мои деньги. Но я не могу вернуть твои деньги. Я их потратила. И ты прекрасно знаешь, на что. Какое мне дело до Паризоды? Сами договариваетесь? Вы меня не понимаете. Я передумал. Сынок, ты меня не мучай. Ты же видишь, в каком я положении. Что вы делаете, Умидахола? Сын мой позвонил из России. Ему разрешили сделать один звонок. Он там попал в историю. Клянется, что ни в чем не виноват. Я должна ехать к нему, дочка. Умидахола. Умидахола. Что? Что, Умидахола? Что я должна делать? Скажи. Если ты такая принципиальная, подскажи правильное решение. Что мне делать? Как я могу помочь своему сыну? Что ты уставилась на меня своими честными глазами? Научи, как мне быть. Но вы же сами говорили, Умидахола. Да, говорила. И сейчас скажу. Мне дороже моя семья. Дороже мой сын. Поняла? А не дом. Не дом. Не дом. Ах, мое бедное дитя. Пошли отсюда. Паризода. Жизнь наша очень сложна. Ты все еще живешь в мире сказок. Ни я, ни ты никогда не постигнем эту жизнь до конца. Идем. Что происходит, а? Это любовь. Что? Это костер любви разгорается. Вот что происходит. Здравствуйте. Дочка. Прости меня. Скоро свадьба моего сына. Ты сама знаешь. Наши обычаи. Отец, почему вы просите у него прощения? Не вмешивайся. Извините, что не могу пригласить вас в дом. Там такой беспорядок. Сама видишь, идет ремонт. Подготовка к свадьбе. Знаешь, ведь, что такое узбекская свадьба. И потом... Дом мой. Что хочу, то и буду делать с ним. Не обижайся на меня, дочка. Идем по Резодо. Ты пойми. Не ты, не я, не калеки. Напротив. Мы всего лишь обычные люди. Грешники на этой земле. Только Всевышний знает, кто урод или что уродливо. Вы не только урод, но и подлец. Пользуйтесь трудным положением. Что? Опять я плохой? Я-то? Тебя не поймешь. Моя Паризода. Одна спасает от тюрьмы своего сына. Благодаря мне. Другой, хоть и сам нуждается, собирается закатить свадьбу сына на всю Махалю. Заметь, на мои деньги. И тем не менее, я плохой. Все согласны. Все довольны. Что еще тебе нужно? Паризода. Я не услышал ответа на свое предложение. Дом не продается. Стоит мне переступить порог нашего дома, как я сразу ощущаю себя свободной и легкой. В нашем доме есть свои ангелы, мама. Я это ощущаю всей душой. Вы помните посреди нашего двора Чинару? Она так разрослась сейчас. Папа повесил на ветке качели для моих братьев. Они с удовольствием катаются на них. Даст Бог. Сыграем во дворе свадьбу. Этот дом, конечно же, принадлежит им. Особенно красив он весной. Вы не поверите, но я сама сделала сумаляк. Угостила всех наших соседей. Получилось очень вкусно. Все так хвалили. Каждую весну вы красиво заплетали мне косички. Вот здесь, на этом порожке. Покойная бабушка говорила, содержи свой дом в чистоте, ибо это место, где ты родилась и выросла. твой дом, твоя родина. Все здесь напоминает мне о вас, мамочка. Это мой дом. Это моя родина. Часть четвертая. Раскаяние. Ну-ка, стой. Посмотри. С ума, что ли, совсем сошла девочка? А? Видел? У нее крыша поехала. Че она делает? Все, приехала. Считай, дом у тебя в кармане. Правда, есть одна проблема. Тебе не удастся ее уволить. Директора у нее нет. Заткнись. Эй. Ты куда? Вернись. Эй, Бахти. Слышь, будь осторожен. Ты спятил? Да пусть себе подбирает, что тебе-то. Бахти. Все, пошли. Эй, ты что делаешь? Тебе говорят. Что ты делаешь? С ума сошла? Прекрати, Паризода. Сейчас же прекрати. Ты меня слышишь? Прекрати. К тебе обращаюсь. Прекрати, говорю. Прекрати, прекрати. Бахти, Бахти. Бахти, успокойся. Уйди, не лезь не в свое дело. Держи его. Эй, успокойся. Не трогай меня, не трогай. Не трогайте, моя сестра. Оставь, зачем тебе это нужно? Не трогайте. Ты все это специально делаешь. Специально, да? Что тебе нужно? Говори. А чего тебе не жить, как все живут? Живут же люди и вполне довольны. Чем ты лучше их? Хватит, зачем тебе это надо? Я тебя спрашиваю. Сколько тебе нужно денег? Все, все, все. На, возьми. Хочешь сказать, что ты за справедливость? Или, может быть, ты святая? Уйди. Скажи, если я не понимаю, потому что у меня куриные мозги. Объясни, что ты задумала. Скажи. Ну, зачем тебе это нужно? Говори же. Отпусти. Да что и надо, в конце концов. Пошли. 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 Возьми себя в руки, дружище. Не поддавайся эмоциям. Эта девушка нам не ровня. На, возьми, выпей. Выпей. Полегче станет. Бахти, послушай меня. Может, уберем эту овцу? Никто не заметит. Ты же сам видел, как она баклажки на помойке собирала. Это так вообще не твой уровень. Зато дом достанется тебе. Это тебя легко убрать. Но не её. Это почему? Потому что ты никто. Всего лишь шестёрка. Если тебя убьют, никто этого не заметит. Кроме меня, разумеется. Говоришь, она нам не ровня. Мистер Бешагач. Скажи-ка мне, кто твоя ровня? Что у тебя есть, кроме моих денег? Хватит, Бахти. Хватит пить. Всё понятно. Знаешь ли ты, кто ты? Ты нищий. Ты голодранец. Бахти. Я даже не говорю о душевной тонкости и благородстве. Нет, просто элементарного чувства собственного достоинства, которое есть у этой девушки. Если бы у вас была эта доброта, человечность и твёрдость духа, который есть в ней, вся наша жизнь, думаю, стала бы раем. Вы пресмыкающиеся. Паразиты, думающие только о своей выгоде. Лишь бы день прошёл. Вот ваша философия. Что ты мелишь, Бахти? Ведь мы твои друзья. И знаешь почему? Потому что я самый богатый, самый успешный парень. Я популярный американец. Вместо сердца восьмицилиндровый мотор. А вот здесь компьютер. Довольно. Прекрати этот цирк. Цирк? Цирк ты только что видел на улице. Вот это было зрелище. Верно, Кобелл? Вот если бы все эти баклажки собирал ты, был бы настоящий цирк. Так, Кобелл. Что скажешь? Пойдём собирать баклажки? Что ты болтаешь? Только этого нам не хватало. Баклажки ещё не собирали. Стыдно, что ли? Фраер. Любой труд не зазорен. С завтрашнего дня будем собирать баклажки. Это для каждого из нас важное задание. А что мы с ними будем делать? Начнём новый бизнес. Какой именно? Я вам скажу, когда вы соберёте две грузовые машины баклажек. выяснили? Бахти! Бахти! Что происходит, а? Про помощь фильм смотрел? Нет. Я тоже не смотрел. Оказывается, вместе надо смотреть. Почему? Завтра будем баклажки заберём. Баклажки собирать? Да. Зачем? Терик-чилик! Что такое терик-чилик? Кушать хочешь? Кушать! Халал кушать хочешь? Надо терик-чилик! За баклажки! Что вам нужно? Что мне нужно? Это что тебе нужно? Говори! Что ты хочешь? Не кричите. Все спят. Ты... Ты разбила мне сердце. Ты похожа на колючий кустарник. Зацепившийся вот за это место. Очень больно. Вы пьяны. Отправляйтесь домой. Если бы я был бы пьян. Паризода. Знаешь, ты удивительный человек. К сожалению, таких, как ты, немного. А вот таких коллег, как я, хоть пруд пруди. Знаешь, зачем я к тебе пришёл? Не знаешь? Я и сам не знаю. Но знаю, что ты настоящий ангел. Я заставил тебя страдать. Прости меня. Что вы делаете? Встаньте! Не трогай меня. Я сам встану. До свидания. Стойте. Как вы в таком состоянии поведёте машину? Что? Тебе меня жаль? Меня? А ведь я тебя не жалел. Неправда. Да. Возможно, жалел. Но этого я не осознавал. До свидания. Спасибо. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Что ты делаешь, Паризодо? Ты хочешь добить меня? Оставь меня здесь. Оставь. Оставь, говорю. Не прикасайся к таким уродам, как я. Оставь меня. Оставь. Как это понимать? Что делает в нашем доме эта мразь? Потише, отец. Потише? Сейчас я выкину его на улицу. Что ты тут делаешь? Отойди отсюда. Успокойтесь, отец. Как я могла оставить его в таком состоянии на снегу? Как бы там ни было, он же человек. Убирайся отсюда. Убирайся. Будь ты проклят. Мразь. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы кто? Я Хасан. А ты? Я Хусан. А вы кто будете? Один несчастный человек. У вас нет своего дома? Это почему же? Есть. Только никак не пойму, почему я здесь оказался. Вы алкаш? Нет. Пока еще нет. А это кто? Это наша мама. Она умерла. А это что? Это наш дом. Опаден, опаден. Алкаша Маки уходит. Тсс. Не говорите так. Это нехорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал 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 DimaTorzok Что же вы молчите? Что со свадьбой? Да, кстати Как насчет обещаний? Каких обещаний? Мы же с тобой договорились кто и что должен сделать Я пообещал, обязательно выполню свое обещание Очень хорошо На какой день назначим свадьбу? Выбирайте сами Хорошо Завтра же отправимся к Сахибаке сватать его дочь Да, мама? Согласен, отец Завтра же Только не к Сахибаке Что? Неужели ты нашел девушку из еще более богатой семьи? Для тебя же это всегда было очень важно Да, отец Нет девушки более богатой и прекрасной, чем эта во всем нашем городе Ее зовут Паризода Я ее нашел Какая еще Паризода? Я знаю все состоятельные семьи города Эй! Кто ее родители? Оставься его в покое Богатый Небогатый Какая разница? Главное Чтобы возвращение сына было правдой Вот такие дела Здравствуйте Эпилог Здравствуй Проходи, дочка Ты так расцвела Спасибо, Акабираке Как вы сами? Как дома? Спасибо, спасибо, все хорошо Дочка Я возвращаюсь в школу Как говорит Акабираке? Ему позвонили Неужели? Правда? Я тебя не увольнял Ты ведь это хорошо знаешь Ты сам накатал заявление и ушел Ты упрямый старик Я так и не видел этого парня Сегодня он мне позвонил Извинился и попросил восстановить тебя на работе Кто он? Что происходит? Никак в толк не возьму А мне сегодня предложили вернуться в супермаркет Сам директор попросил меня вернуться на работу Ну и дела Чего только не бывает в жизни Может, это Господь испытывает нас на прочность? Может, может Принести вам чаю? У нас есть Сейчас я вам приготовлю вкусный обед Нет, 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 не беспокойся, дочка Какое там беспокойство? Не стоило О, мой заботливый, простодушный, неприхотливый народ! Ты велик Ты моя отчизна Родина моя Славу тебе пою На русский язык фильм дублирован в 2017 году Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова